Михаэль Шумахер пришел в сознание. Эта сенсационная новость пришла из парижской больницы, куда недавно перевезли знаменитого гонщика. В госпитале Жоржа Помбиду старались не показывать виды, что к ним поступил особенный пациент. Хотя перевозка Михаэля Шумахера в палату была больше похожа на спецоперацию. Носилки накрыли темно-синей тканью, чтобы не было видно лица. Вокруг десяток рослых охранников, которые расчищали коридоры от любопытных глаз. Единственная зацепка — карета скорой помощи в синю-желтую шашечку, зарегистрированная в Женеве, до которой от Парижа около пяти с половиной часов пути. Михаэля Шумахера поместили в отделении сердечно-сосудистой хирургии, корпус Д, первый этаж. Официально больница эту информацию не подтверждает, но медсестры говорят, что таинственный пациент действительно семикратный чемпион Формулы-1. Здесь, под круглосуточным наблюдением, он провел два дня и сегодня возвращается обратно в Швейцарию. Это уже третий визит в парижскую клинику. Он в сознании и он здесь. Это максимум, чего удалось добиться от врачей. Газета «Паризьен» утверждает, что за восстановление спортсмена взялся 69-летний профессор Филипп Минаше, пионер в области лечения сердечной недостаточности стволовыми клетками. 20 лет назад первым в мире он сделал инъекцию 68-летней женщине и спас ее от инфаркта. Потом проводил клинические испытания еще на шести пациентах, но свои исследования почему-то неожиданно прервал. Фанаты теперь волнуются. Здесь есть хирург, который раньше работал с мышами, а теперь ему хотят дать попробовать свой метод на шумахере. Сам профессор Минаше также состоит в совете директоров института головного и спинного мозга при другом парижском госпитале. Так что есть вариант, что лечить стволовыми клетками будут не только сердце, но и мозг, хотя раньше такие операции еще не проводили. Из кости берется костный мозг. Клетки, находящиеся в зачаточном состоянии, стволовые клетки, которые еще не стали ни сердечными, ни нервными клетками, их берут, выращивают и вживляют как можно ближе к сердцу. Шесть лет назад его отдых в горах закончился трагедией. Любитель скорости Шумахер упал на повороте во время катания с сыном. Самый успешный за всю историю гонщик получил множественные повреждения обоих полушарьев головного мозга. Как он? Остается только гадать. Решение семьи – не говорить ни слова о его здоровье. Слухи множатся. В 2014-м итальянцы писали, что Шумахер сидит в кресле у окна, узнает родных и отвечает движением глаз. Правда, иногда в них слезы при общении с женой и детьми. Исключение для переживающих фанатов семья сделала в этом году. Перед 50-летним юбилеем гонщика пара фраз дала надежду. Шумахер находится в самых лучших руках и врачи делают все возможное, чтобы ему помочь.